здравствуйте господа с вами снова серега мы продолжаем играть в долгую войну и над нашими нашими землями кружат вражеские силы кружит урон так проект улучшенный модуль прицел завершён это классно это классно так давайте посмотрим что он может нам дать штурмовик оснащение давайте взглянем что у нас теперь прицел наш дает меткость на 8 для основного оружия рпг и все что за улучшенный прицел и может быть критов он больше дает может быть улучшенный модуль какой то есть нет странно странно это все ладно и у нас исследование завершено ксеноневрология класс проанализировав несколько трупов пришельцев нам удалось обнаружить слабость в их нервной системе мы разработали прототип не летального оружия способны глушить противника и назвали его дугомет это классно ребята это классно нас будут дугометы но денег нет он готов промышленному производству это устройство посылает электромагнитный импульс цель вызывая мир нерв неврологическую дисфункцию другими словами сдвиживая жертву классно классно дугомет можно использовать лишь за здание ну круто изолятор мы построили дугомет доступен для производства это классно наиболее эффективно действует на ослабленные цели до дальше что у нас есть оружие гаусса мы не можем делать 60 сплавов и 80 фрагментов оружия нам нужно ходить на задание и собирать сплавы и собирать фрагменты оружие передовые лазерные технологии смотрите лазерная снайперская винтовка и еще какая-то штука и вот эта штука по моему устанавливается на самолет или на тбмп но что-то большое ксеногенетика 8 дней 10 дней вскрытия дохлика вскрытия так давайте смотреть что нам нужно все-таки наверное передовые лазерные технологии лазерная снайперская винтовка это по моему вообще супер аэрокосмические разработки передовые блин это тоже классные вещи черт побери все хочется ксеногенетика я все хочу я все хочу давайте передовые лазерные технологии 10 дней погнали что вы не забываете научный отдел шеф погнали боеприпасы с оболочкой сплава место похищения сообщения новых похищениях людей места происшествия отмечены на глобусе я с радостью туда схожу давайте народ набирать наша команда угадайте кто рядовой влад куракин идет с нами новичок будем прокачивать его дальше идет у нас помогает всем идет васька дальше два пехотинца идут у нас младший капралов тоже надо качать идет пурген единственный доктор в строю который у нас остался и соколиный глаз идет снайпером все получают прицелы практически все до медик понятно с аптечками штурмовик понятно он идет с дымовухой из жизнями да хотя хотя нет не будем он с дробовика и так нормально пиу пиу делает поэтому вперед садимся следующая операция пройдет в канаде в большом городе хаос и паника там пришельцы в открытую ходят по улицам нужно с этим разобраться карта такая достаточно маленькая но посмотрим где нас высадят а нас высаживает прямо около парадного входа около парадного входа рейнджер подходит к точке назначения штурм-1 просит разрешение на высадку хотя нет вас понял рейнджер штурм-1 начинайте атаку противника не подставляйтесь хотя нет мы здесь в углу выполняю это хорошо так поехали 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 новичок у нас идет как-то он не особо быстро бегает я бы сказал у него еще броня замедляет его слушаюсь ну слушай идем сюда аккуратно проходим боеготовность ну давай хорошо получил пилюлю так соколиный глаз он уроки влад красавец красавец забрал свой фраг 94 давайте с критом ему сразу то боеготовность мне его не нравится вышел соколиный глаз тоже нас не подводит попробуем сюда пройти никого не видишь выхожу ты тогда сюда так войска у нас идет вперед хотя особо вперед то лезть смысла не имеет то есть мы там поехали паков на срываем и этому будут сбок стрелять не очень круто выдвигаюсь влад идет здесь под прикрытием пехоты привет влад ну ты просто у нас вот он настоящий влад вот он я так и знал я так и знал что тот был засланным казаком каким-то настоящий влад вот он приехал наконец-то так это не очень круто соколиный глаз что-нибудь скажешь да он скажет свое веское слово так это не очень круто сделаем влад на боеготовности дальше стефан идет сюда 62 давайте почему нет попробуем шикарно так эти господа у нас двигаются потихонечку двигаюсь к точке с этого входа так пока сидим вазька сюда они в любом случае 62 ну нет я не хочу рисковать лучше в полное укрытие боеготовность может быть соколиный глаз нам что-нибудь скажет на эту тему 74 да он опять говорит свое весомое слово так хорошо перезарядка выхожу можно начинали зарядка здесь у нас здесь у нас непонятно что творится ясно вижу добычу какую-то добычу видишь подожди я вот эту вижу а ты какую видишь странно выхожу так сидим жмем мы паки не сорвали паки мне сорвали поэтому даже если они выйдут а вот они привет доктор бурген что-то у нас как-то но он у нас без прицела бегает поэтому и в рассыпную кто куда убежали вот эти господа у нас наверное сделают следующий спешу вот таким образом ты сюда а ты его догоняй наверное как то я не думаю что вот здесь может быть какой-то пак честно говоря поэтому давай-ка погнали будем фланговать их так есть контакт подождите ребятки пока пока постойте маленько так ты сюда доктор доктор ты конечно здесь круто стоишь но не очень круто но не очень что же с тобой делать нам нужно полное укрытие нам нужно полное укрытие 30 30 так а соколиный глаз кого-нибудь увидит внутри здания нет он никого не увидит ему нужна линия для прострела здесь не видишь а здесь тоже не видишь ладно этот у нас может сделать рангом конечно же но тут их двое поэтому это не очень круто так на втором этаже у нас что тут есть блин он тогда посветит здесь всех кого только можно но прорываться нам туда надо прорываться нам туда надо вас понял так и у нас еще один помощник есть который у нас движется тоже за опытом опачки вот это вообще не круто васька держись ты скотину у меня ответишь за это я пути куку спешу как могу я начинаю наблюдение так слушаюсь доктору тоже жена пурген тоже хочет фраг мы идем по следу выступаю как сладко месть еще одна удача 7 всего лишь 7 продолжить вообще без проблем ваську только попортили попортили ваське шкурку сломали нам броню наверняка так кто у нас тут пехота получает у нас повышение получает у нас наверно приспособленец васька получает новый беглый огонь близкий контакт веди и стреляй первый обычный выстрел по цели без укрытия или обойденная с фланга не считается действием не работает если активирована стрельба на бегу то есть мы можем забегать кому-то во фланг стрелять и потом стрелять еще раз прикольно прикольно ну два выстрела подряд по одной цели это вообще просто супер берем и ты у нас будешь кем ты наверняка у нас будешь тоже либо снайпер либо доктор кто-то из этих мне нужен поэтому ты будешь у нас ты будешь у нас снайпером наверное торжественно торжественно назначаю тебя в снайпера 13 дней васька выбыл 2 трупа 5 летунов 5 иллерия 5 сплавов 17 наносплавов забрали 80 баксов канада начинает успокаиваться броня фаланга да повредили мы не забывайте мы видим все 5 баксов на починку так отлично ребята будем мотать дальше смотрите у нас броня фаланга хорошего ничего нету 12 фрагментов оружия блин у нас и так их уже мало осталось один инженер конечно берем нам нужны инженеры так снайпера возвращаются в бой два ученых на шесть сектоидов да конечно же забирайте оболочка из сплавов четыре сплава сэкономили молодцы обнаружен анапланетный объект так давайте-ка мы перехватчики погнали ты должен ты должен ты должен его сбить какого хрена к бою готов мочи мерзавца ну еще разок ну умница первый фраг в его копилку и он его уничтожил он его уничтожил над водой что ли сбил выемка грунта завершена сегодня утром прибыли новые инженеры даже сказать мы от помощи не откажемся пар 350 баксов нам надо 350 баксов погнали искать 350 баксов чтобы запродать такого обломки искателя пригодятся наносплав 350 баксов да 313 еще надо чуть-чуть еще надо нам 37 вас понял мы посмотрим что это за контакт только я сомневаюсь что он имеет хоть какое-то отношение к НЛО постройка сооружений и мы строим тепловой генератор отлично все у нас энергия будет сейчас хватать здесь мы построим еще один генератор вот эту штуку снесем потом и воткнем сюда что-нибудь уже хорошее здесь у нас будет для мэков какая-нибудь штука такая здесь 100 баксов надо ну да ладно все продолжаем выемка грунта завершена обнаружен инопланетный объект неким неким сбивать очень высоко летает он он летает очень высоко он наверное охотится на наши спутники защита из сплавов 15 сплавов за 2 инженера конечно нам нужны инженеры усиленная броня и сплавов еще пошел вон пошел вон урод мы не сможем отслеживать корабли пришельцев над этой страной и она прекратила нас финансировать козлина 0 4 из 5 козел у нас наказал на 200 баксов он нас наказал на 200 баксов да сколько вас новые боевые системы завершён не знаю что это такое но сделали лазерные пистолеты у нас готовы 90 баксов 12 на сплава да заберите конечно 3 лазерных винтовки наконец-то египет поехали съездим съездим в египет вот таким составом пойдем на задание судя по последним нескольким заданиям такого плана у нас там по 7 по 8 рыл каких-то дохлых пришельцев поэтому мы с собой берем 3 новичков берем куракина он уже не новичок специалист тем не менее потихоньку качается капрал люська идет более менее адекватная да и младший капрал идет у нас пехотинец пока что безымянный товарищ ну то есть жду предложение кто как предложит его назвать выдвигаемся садимся наша цель египет придется поработать поступило уже несколько сообщений что в одном большом городе видели пришельцев нам надо срочно обеспечить безопасность района да маленькая карта давайте по-быстрому там зачищаем и домой забираем весь опыт который нам предлагают здесь и валим домой так прерываем центр я рейнджер ударный отряд приземляется ждем приказаний да тут вас понял рейнджер штурм один может приступать к операции прям вообще микроскопическая карта да погнали ты сюда координаты получены ты сюда я пошла ты сюда ты сюда чтобы паки не срывать там дальше ну и все ты у нас идешь наверное вот сюда а наш наш снайпер улица это конечно круто но мы наверное пойдем вот здесь поэтому да сэр отступаем вот сюда не отступаем вернее перегруппироваемся так вроде как все что что никого ага дохлики орут блин подбежать не может может быть вот так хотя ее не надо было наверно туда сажать а с другой стороны почему бы и нет да мы еще туда пехоту засадим мне кажется неплохая идея два выстрела за ход это это решает так ты пока сиди там ты у нас идешь 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 например поехали чтоб потом пробежать за укрытие отлично направляюсь на точку сюда ты продолжаешь у нас держать здесь проходы да и влад у нас наверно вот сюда встает чтоб все это дело простреливать и целиться все хорошо что мутоны орут что это за звук охренеть я новичков притащил круто как-то новички у меня не совсем удачно мне кажется сюда вошли новички не совсем удачно сюда зашли ну стоим поняла вас ты сюда спешу как могу ты сюда снайпер целится снайпер целится остальные на боеготовность так надо как-то потихонечку вперед двигаться потихонечку вперед двигаться да вот они дохляк и там у нас состав нифига он там взлетел то куда влад достанешь кого-нибудь нет 69 93 прекрасно твой фраг ну не совсем но пойдет пойдет так там у нас разведка стоит иду ты никого не видишь ты двоих 54 73 ну давай люська забери его одной проблемой меньше ура здесь мутоны у нас где-то это здесь лестница 6 6 выполняю 52 ну давайте попробуем нет не хочет я ну пехота то пехота у нас буду на чеку ждем цель выбрана ох ты же еще что ли надо срочно валить оттуда надо оттуда валить галопом попал нет еще дергается вроде как поп нет не попал а я отступаем 49 49 ну влад еще у нас не прокачанный конечно но старается но старается так давайте силы наличные подтягиваем всех сюда всех сюда а это больно да 41 умница умница 3 контузия блин чертова контузия с целем хорошо так здесь у нас 52 52 52 ну пробуем в липлом но плохо так почему у нас пехота никого не видит меня это смущает меня это смущает режим скрытности блин надо еще режим скрытности надо оттягиваться к снайперу все все они все вскрытность пошли снайпер у нас там стоит кукует боеготовность давай 49 попадешь нет далековато мимо мимо пока что для него далековато так что делаем какие есть предложения давай давай ты у нас вообще отсюда сваришь я уже там да как то вот так прикрывать его будет некому черт возьми прикрывать его будет некому поэтому мы им мы тоже варим так уже иду ты сюда ты наверно сюда хорошо так здесь двое здесь двое и пехота где наша и пехота наша валит ну например пока что пока что пехота валит вот сюда хотя он может и вовнутрь зайти выхожу прекрасно так с вами пока что все вроде в порядке снайпер стрелять не может это мы сделаем вот так все ждем инвизников надо как то отмахаться тем более вперед да вас еще тут не хватало да ребятки ха 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 молочина молочина так надо снайпера как то я не знаю или прикрывать его но если что это сможет подбежать и прикрыть да блин сложно пехота че скажешь я пошел пехота то может сказать 54 ммм блат мне бы патроны не помешали слишком он еще 58 73 7 крита хо хо хорошо хорошо влипло выхожу 46 нет готовность номер один ясно буду на чеку может быть может быть добьем двигаюсь на позицию только по нему да ну попробуем ммм молодцы ребята готов молодцы ты сюда ясно буду на чеку сейчас на снайпера должны будут прыгать у нас там куча их просто в боеготов ой в боеготовности в инвизи да вот они спасибо 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 новичок ты будешь повышена этот этот валит одной проблемы меньше так а где все где все иду так перезарядка боеготовность начинаю наблюдение по одному пытаемся перезарядиться ясно буду на чеку ты боеготовность боеготовность ой все прям на 4 блин но это как это какой-то модный у нас пехоту и ты у нас бедняжка не знаешь куда срать кинуться да 69 давай Влад если мутона завалишь мутона завалишь будешь молодец ммм не круто перезарядка так у тебя есть патроны у тебя тоже нет патронов можно начинать у тебя тоже нет патронов спасибо 30 не круто 35 блин лучше перезарядиться конечно продолжим начинаю наблюдение пстранель засади ему молодец добегался за страниц так летуны мутоны вроде как все сдохли ясно начинаю наблюдение и муха не пролетит готовность номер один начинаю наблюдение у нас все в боеготовности так ты перезаряжайся тут уже не не до сплавов тут как бы пережить ясно буду на чеку сканирую так ясно буду на чеку сканирую а где их внимание и такая стрельба бах-бах-бах разорвало снайпер там еще Влад там у нас еще закидывает так так смотрим медик конечно может его залечить но пока что смысла я не вижу они вроде как все на него лезут да вот так как-нибудь уберите его да ну оба в стену не круто и ты там засел что у нас дружище ну мы тебя подождем еще раз спасибо очень хорошо мне стрелять нечем опа и тут так как оно надо бах-бах Влад там еще шэм операция прошла успешно нормально у нас так чуть-чуть народ потрепали ну в общем и целом новички показали себя прямо очень хорошо 9 фрагов 9 фрагов да и у нас 3 повышения проходила так гладко отличная работа получает смотрите позывной дикарь влад куракин убил двоих одно задание убито двоих люська 11 замочила младший капрал так тебе что приспособленец агрессия давайте приспособленец наверное так капрал новое звание специалист ты у нас будешь 61 меткости и здесь тоже до 65 но не очень густо зато 5 здоровья а у тебя 4 здоровья 13 бегает 11 бегает но мне кажется вот этот квонг чанг хинкс он будет в общем медиком а этот будет еще непонятно кем все как то вот так 2 летуна дохляк мутон 7 иллерия 12 сплавов 5 фрагментов нано сплав бочку мы прострали и 5 обломков искателя прикольно 80 баксов египет успокаивается 172 доллара у нас на счету не утром прибыли новые инженеры должен сказать мы от помощи не откажемся и вот что я еще производство предметов дугомет 82 бакса стоит 82 бакса 8 дней надо нам надо нужны нам эти дугометы прям очень нужны так что как то вот так и через один день у нас 3 лазерных винтовки починяться и через 2 дня передовые лазерные технологии ребята мы сможем наверняка делать снайперские лазерные винтовки это будет очень круто и сможем делать еще какую то хрень то ли тут для тмбмп то ли для истребителей для наших лазерное вооружение в общем мы это увидим уже в следующей серии а сейчас я буду с вами прощаться всем спасибо кто смотрел всем счастливо всем пока пока и 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